Под чутким руководством митрополита Иванова Вознесенского, Ивичевского, Владыки Иосифа в 2013 году проведена значительная работа в деле духовно-нравственного окормления и воспитания сотрудников и спецконферентов. Благодаря вашему мудрому и дальнобитому руководству Владыка Иосиф в учреждениях в Синроссии по Ивановской области действует 10 храмов, в том числе один домок. Одна часовня, три звонницы, строится храм КП-13, колония-поселение города Копово. Действуют 4 молитвенные комнаты Русской православной церкви и 3 молитвенных уголка. Действуют 10 православных общин, в которых состоят 290 человек, верующих и сочувствующих 2389 человек. Библиотечный фонд Русской православной церкви в колониях области составляет 8549 экземпляров. За истекший период по благословению правящего архиерея Владыки Иосифа завершено строительство и 26.05.2012 года освящен храм в честь Живоначальной Троицы ВК-2 ВКУ ОИК-11. Это самый большой храм в колониях нашей области и самый красивый. Строительство было начато 14.05.2011. И через 2 года совместными усилиями администрации учреждений Шуйской и Тейковской епархии осужденных сотрудницей тюремной миссии Иннокене Фатинии Абадаева закончено. Продолжает строительство одного храма в честь иконы Пресвятой Богородицы ВКУ КП-13 города Копа. Освящено начало строительства храма 28.11.2011. Работы ведутся силами и учреждениями при поддержке тюремной миссии. Всего за отчетный период этого года состоялось 300 посещений. Литургия 63, причастило 752 человека. Исповедь 1115 человек, болитры 94, панихеды и элиты 52, беседы 229, крещение 50 человек, соборование 144. Пять раз был крестный ход в учреждениях, проповедь 65, занятие беседство 139. В дальнейшем надеемся на совместное и плодотворное сотрудничество в богоугодном деле по строительству православных храмов ВК-7 и завершение строительства храмов КП-13, а также в деле духовно-нравственного воспитания осужденных, подозреваемых и обвиняемых. И хотел бы добавить, что чем больше осужденных, находящихся в исправительных учреждениях нашей области, мы повернем веру, направим веру, тем больше освободившихся из них не присягнут черту закона. То есть останутся жить нормальной жизнью. Уважаемый Владыка, прошу Вашего благословения и святых молитв. Спасибо за внимание. Уважаемые присутствующие, заявленная тема нашего форума преподобный Сергий, Русь, наследие, современность, будущее, не может не найти отклик в сердце каждого россиянина, независимо от отношения к церкви и особенно у верующего человека. Исторические события, отдаленные столетиями, несомненно, повлияли на ход современной истории, на культуру, общественную жизнь, на жизнь церкви. Оглядываясь назад, особенно важно в наши дни, насыщенные политическими событиями, осмыслить роль преподобного Сергия Радонежского как собирателя земли русской, личности, которая смогла объединить людей разных сословий и взглядов ради интересов Родины, сохранить государство, культуру, веру и народ. Как нам порой не хватает единства взглядов и политической воли, если хотите смирения. И так же, как 700 лет назад, только православная церковь может говорить об этом открыто и надеяться быть услышанной. По-особенному звучит призыв проявления любви к ближнему, понимания, любви к Отечеству, из уст православной церкви и во времена преподобного Сергия Радонежского и, конечно же, сейчас. Вот почему делом исключительной важности считаю объявление следующего 2014 года, годом преподобного Сергия Радонежского. Этот святой дорог сердцу каждого русского человека. И, надеюсь, на каждого из нас он простирает свое благословление. Всем участникам третьих региональных рождественских чтений желаю плодотворной работы и помощи Божией. Спасибо. Год назад Шуя стала центром Шуйской и Тейковской епархии, что накладывает на город особую ответственность. Нам приятно говорить о том, что у города и епархии сложились добрые отношения, построенные на взаимопомощи и понимании. Нельзя не отметить большую роль в этом руководителя Шуйской и Тейковской епархии, владыки Никона. При поддержке Шуйской и Тейковской епархии гордилось через реставрационную работу Воскресенского собора и колокольни. Символы Шуи. Достаточно быстрыми темпами идет реставрация одного из копейческих особняков, в котором расположится епархиальное управление. Строится приют для лиц без определенного места жительства. После закрытия отделения сестеринского ухода в Шуи, это поможет решить проблему с размещением таких людей на зимний период. При непосредственном участии Шуйской и Тейковской епархии разработан проект улицы Театральная, на которой располагается ансамбль Воскресенского собора, епархиальное управление и бывшая крестовозвиженская церковь. Уже в будущем году мы приступим к реконструкции этой улицы. У нас стали традиционными такие совместные мероприятия, как научно-практическая конференция, детские праздники, рождественские и пасхальные фестивали. И такие новые форумы, как, например, семейное торжество, большая мама, о бабушках-шуянках, посвященные Дню Матери России. Добрые отношения у Шуи сложились и с Ивановской митрополией. Его Высокопресвященство Владыка Иосифа, митрополит Иваново-Вознесенский и Вичевский, всегда принимают активное участие в крупных церковных мероприятиях, проходящих на территории Шуи. Мы благодарны Владыке Иосифу и Владыке Нику за их неравнодушие, активное участие в жизни города, большой вклад в единение православного населения Шуи и нравственное воспитание подрастающего поколения шуянов. Желаем всем участникам третьих областных рождественских образовательных чтений благотворной работы, новых и интересных открытий. Успехов и всего самого доброго! Спасибо! 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 Спасибо!